Встреча с прекрасными музыкантами, звездами мировой сцены. Абсолютно уверена, что сбываются мечты. Из каких радостей состоит ваша профессия лично для вас? Я не могу ничего найти такого более подобного, чем можно заменить эту эйфорию, этот праздник, который ты получаешь от зрителей, когда выходишь на покой. Употребляете тоже пирожные? Обязательно. В огромном количестве. А что касается новогоднего стола, то это обязательно, конечно, мясо по-французски. И, как правило, всегда его готовил папа наш. Анна, что бы вы хотели оставить в 2021 и не забирать с собой в 2022? Второй, что я однозначно стала сильнее, стала увереннее и четко понимаю, что выхожу на какой-то такой новый, для себя новый уровень. Дорогие телезрители, здравствуйте! Новый год, пора загадывать желание наряжаться, украшать елку, дарить друг другу подарки и говорить теплые слова. Вы знаете, я загадывала, чтобы новогодний выпуск мы записали непременно в красивом месте с замечательным гостем или гостей. И сбылось? Сегодня в программе «Рандеву» Анна Жарова, бесконечно талантливая и яркая народная артистка России, прима-балерина Новосибирского театра оперы и балета. Анна Жарова, ведущая солистка Новосибирского государственного академического театра оперы и балета. Народная артистка России, лауреат национальной театральной премии «Золотая маска», лауреат и дипломант международных конкурсов, лауреат премии «Душа танца». Окончила Новосибирское государственное хореографическое училище в труппе Новосибирского театра оперы и балета с 1997 года. Имеет обширный репертуар ведущих партий в классических и современных балетах. Гастролировала в Испании, Португалии, Японии, Египте, Таиланде, Китае, Италии, Франции, Южной Корее, Казахстане. Принимала участие в международных проектах в Южной Корее и Финляндии. Многократный лауреат Новосибирской театральной премии «Парадис». В 2013 году открыла собственную авторскую школу балета. В 2014 году окончила Сибирский институт управления, филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы. при президенте Российской Федерации по специальности управления персоналом. Анна, здравствуйте. Очень рада возможности записать с вами интервью. Мы сегодня встречаемся с вами в такой волшебной обстановке, сказочно. Уже все полно ожидания чудес. Вы вообще любите Новый год? Ага, безусловно. Очень сильно с самого детства. И для меня это самый главный, самый важный праздник всегда был. Потому что ощущение какого-то чуда, ощущение невероятной энергетики, которая наполняет все, всех и каждого, абсолютно уверена, что сбываются мечты. Если загадывать, потому что такая невероятная связь с космосом в этот момент, в едином порыве праздника, любви, ожиданий. И, безусловно, это самый любимый праздник с самого детства. Нарядная новогодняя елка – непременно атрибут праздника в вашей семье. Обязательно. Наряжайте. Самая большая, под потолок, обязательно настоящая, очень пахучая. И ритуально вместе с детьми мы наряжаем ее перед праздником, потом также ритуально разбираем. И да, для меня это очень важный момент. Ничего искусственного. Знаю, что в некоторых семьях есть традиция, каждый год приобретается по одной новой елочной игрушке, таким образом целая коллекция собирается. Есть семьи, которые предпочитают подобный декор привозить откуда-то из путешествий. У вас как? Обязательно новая игрушка, вы правы, всегда появляется на елке. И это, как правило, новая балерина. Потому что елка всегда украшена огромным количеством балерин. Всяких разных стеклянных, бутафорских. То есть у вас этот вид искусства присутствует буквально во всех сферах жизни. И не только балерина, какие-то музыкальные инструменты, все, что связано с искусством, все, что говорит об искусстве, о красоте, все это на елке. Отличная идея, кстати. Мне кажется, кто-то из телезрителей сейчас тоже захочет приобрести. Знаете, очень красиво разглядывать различные позы балерин, летящих. Да, и они всегда изысканы не только на сцене, но и на елке. Анна, что бы вы хотели оставить в 2021-м и не забирать с собой в 2022-й? Если бы была возможность упаковать это, знаете, в коробку. И не брать с собой в путешествие по 2022-му. Это был трудный год. Я думаю, что не только для меня. Я думаю, что для всех людей на этой планете, на нашей, которая сейчас очень сильно штормит. И все мы находимся в состоянии нестабильности. Конечно, я бы не хотела брать с собой туда нездоровье. То есть какие-то неприятные моменты, связанные с происходящим в мире. И есть такие события в моей личной жизни, которые я не хочу и не могу раскрывать, но которые я абсолютно точно упакую, положу куда-нибудь в дальний ящик и никогда не возьму с собой. На самом деле год принес мне большое трудное испытание. Но я бесконечно благодарна Богу, не знаю, Вселенной и Мирознанию за то, что я через это прошла, потому что я однозначно стала сильнее, стала увереннее и четко понимаю, что выхожу на какой-то такой новый для себя, новый развитие. В очередной раз новый виток, потому что в вашей судьбе были такие случаи неоднократно, а сами вы и не скрываете, что характер есть, и характер едва ли не самое главное в балете. Скажите, пожалуйста, характер, это профессия вы воспитала? Или наоборот, характер ваш, вот врожденные данные, помогли вам добиться успеха и в профессии, вот так гордо, с высоко поднятой головой идти по жизни, несмотря ни на что? Вы знаете, наша профессия откладывает очень большой отпечаток на всю дальнейшую жизнь, и она, конечно, закаляет. Это как у спортсменов, наверное, да? Это как у спортсменов. Что-то здесь вот очень родственное. Но, тем не менее, я знаю огромное количество случаев, когда именно слабость характера не позволяла прекрасной, талантливой, например, балерине, да, достичь каких-то результатов. И ведь балет, он очень жесток, и он часто ломает людей, потому что наша жизнь – это фактически травмы и восстановление после них. Короткий период, да, какого-то творчества, порхания, потом это все заканчивается какой-то очередной травмой. И пройти через это могут не все. Кто-то просто уходит из профессии, устает бороться после третьей очередной, четвертой травмы. И наша профессия – это именно испытание на то, как ты через это проходишь. Хватает ли тебе силы духа? И я в своей школе авторской балетной очень достаточно строга со своими детьми. И никаких поблажек. Если ты зашел в балетный зал, ты не имеешь права испытывать никакой жалости к себе. Никогда. То есть это и во благо получается ученику, да, сразу погружаться по-настоящему в это искусство и понимать, что… Безусловно. От педагога получать, так скажем, да, замечания. Это даже и награда, потому что ты движешься вперед. Конечно. Балет многое забирает, но он и дарит многое. Из каких радостей состоит ваша профессия лично для вас? Вы знаете, я танцую на сцене уже 22-23 года, получается. Я все время пытаюсь найти где-то помимо сцены ту же самую эйфорию и адреналин, которые я получаю во время спектакля. Те же эмоции, которые тебя захлёстывают просто, да, после. Вот эта невероятная усталость, опустошение, когда ты вот все отдал и ощущение, что ты как… Вот как будто вот ты умер и рождаешься заново. Ты заново наполняешься силами, эмоциями, как кувшин, знаете, собираешься по частям, по крупицам. Какую-то снова обретаешь целостность и опять идешь вперед к следующему спектаклю. И вот в жизни я не могу ничего найти такого более подобного. Чем можно заменить эту эйфорию, этот праздник, который ты получаешь от зрителей, когда выходишь на поклон? Даже не представляете, какой-то эмоциональный подъем, какая-то бешеная энергия, волна просто любви, благодарности, идущей от зрителей. Это фантастика. Это пронизывает тебя вот и насквозь. Конечно, это очень сложно. Уйти со сцены – это очень сложно. Я понимаю, что скоро мне придется это сделать, да, потихонечку. Но очень хочется как можно дольше продлить это счастье, счастье – жить на сцене, быть на сцене, делиться своими эмоциями, чувствами, делиться своими знаниями со зрителем, их как бы воспитывать, растить, вести за собой, вдохновлять, удивлять, да, давать им возможность обогащаться, одухотворяться и как-то вот с этим багажом уже идти на свое привычное место работы и делиться уже там со своими, я не знаю, врач, со своими пациентами, учитель, со своими учениками. Понимаете, это такая очень мощная миссия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А вы, кстати, поддерживаете, да, как-то на уровне переписки взаимоотношения с вашими постоянными поклонниками? Безусловно, их очень много, и они все хотят и нуждаются в отдаче, да, в обратной связи. Им нужно высказать свои эмоции, свои чувства. А для вас это важно дать обратную связь? Или это вас порой утомляет? На каждое сообщение отвечать? Для меня это очень важно. Важно? Безусловно, потому что я жду их снова на свои спектакли, следующие, да, и я их уже чувствую, и я знаю, что дальше у нас будет какое-то общение, и я знаю, что им это важно и необходимо. Каждый спектакль практически как новая жизнь. У вас есть такое ощущение, что вы, благодаря своей профессии, оказываясь в разных амплуа, с разными партнерами на сцене, что вы проживаете больше жизней, беря вот эти самые эмоции, о которых вы сейчас очень ярко рассказали, описали нам это состояние, что вы и проживаете фактически несколько жизней не одну. Есть такое ощущение? Безусловно. Я очень люблю все, что связано с актерским мастерством. И я знаю, что я хорошая актриса. И, конечно, мне очень нравится перевоплощаться. Это же так интересно, да? Сегодня ты маленькая трогательная принцесса, завтра ты кармен такая коварная, такая эмоциональная, такая дерзкая, да? Послезавтра ты любящая фриги, нежная. То есть это совершенно другой образ. И все эти грани любви, да? Вот в женщине же очень-очень большое количество вот этих чувств, эмоций. И часто она не может их нигде вырасти, потому что просто нет такой возможности. Они ведь ее переполняют. Поэтому это иногда выливается в какие-то скандалы, истерики, да? А здесь можно выйти на сцену и просто выдать такой эмоционально яркий запас всего, что в тебя накопилось, понимаете? Выдать там, на сцене, на своего партнера. И я всегда их всех безумно люблю. Они все прекрасные, все замечательные. А выходишь уже настолько уставший и как бы опустошился эмоционально, да, что в принципе в жизни как бы уже смысла эмоционировать нет. И сил нет для этого. Поэтому наша профессия в этом прекрасно. Все продемонстрировано на сцене. Анна, с какого возраста вы себя помните? И что это была за девчушка? Ой, ну лет с пяти, да. Это как раз это первая встреча с балетом? Да. И тоже щелкунчик? Я помню себя с пяти лет. Мама привела меня в балетную студию. Это была ее детская мечта. Сначала была все-таки постановка щелкунчик в театре или балетная студия? Сначала был спектакль, собственно, на который мы попали с мамой. И где вы твердо заявили, будут прима-балериной. Где твердо заявила, да. Что, кто это, кто это, прекрасная принцесса. Мама сказала, это прима-балерина. Я сказала, все, я буду. Решено. Решено, да. Все, сомнений больше не было ни секунды. И потом начались детские балетные студии, в которых, собственно, я и выкладывалась по полной, уже идя к этой цели. И даже педагоги волновались и говорили, что, знаете, бывает, как правило, сейчас говоришь, вот вы с ней поговорите, да, с ребенком, что вот мотивируйте ее как-то. Надо вот, да, потому что это тяжелый труд, надо собираться, нужно работать. Здесь было все наоборот. Они волновались за меня, потому что я могла там часами стоять, трястись, но вот мне надо было там выше всех или лучше всех. И вот я пока этого не добьюсь, я не успокаивалась. Вот, да, как сказать, потери сознания. Здесь, конечно, цель была поставлена, понимаете. И поэтому я к ней шла, шла очень осознанно, спокойно, трудно, через огромное количество трудностей. Лишений, препятствий, но я знал четко, куда я двигаюсь. Родители не отговаривали? Ничего я хочу. Увидев, что это на самом деле-то, ух, как непросто. Ух, что стоит за этим порханием и за этой прелестью. Не было такого, что Анечка, давай-ка, может быть. Если бы такое было, я думаю, что я бы рассталась с этой профессией. Но мама не давала мне расслабляться никогда. А кто родители по профессии? А мама инженер-технолог, папа тоже. Ого! Да, на тот момент вот. Мама работала на Сипсельмашем, был такой завод. Папа работал на Сипстанкоэлектропривод. Вот, оба начальники отделов. Ну, нетворческие лично, нетворческие. По профессии нету. Ну, видно, что тяга к искусству присутствовала. И вот эта любовь к балету. Обожала балет. Она занималась в одной студии с народным артистом России Александром Балабановым в свое время. И вот, когда их повезли поступать в хореографическое училище, ее не пустила мама. Потому что они жили очень далеко. И ей бы пришлось учиться и жить в интернате. И мама, бабушка ее не отдала. А сестра ваша, она кто в профессии? Сестра представитель совершенно другой профессии. Не творческой, рациональной. Она главный экономист, начальник планового отдела в МНТК Федорова. Вот, и закончила институт с красным дипломом. И очень умная, очень образованная. Не такая творческая, но не менее эмоциональная, чем я. На спектаклях ваших присутствует часто? Каждый раз. Каждый раз. Обязательно. Обязательно всегда здесь. Обязательно с букетом цветов. Обязательно с запиской, со словами поддержки, любви. И вообще она поддерживает меня 24 часа в сутки. Как замечательно. Во всех моих начинаниях. И главное, вокруг собирает тоже так народ. Вы окружены. Я окружена абсолютно. Поддержкой, постоянно. Всякой разной. За что, собственно, благодарна Вселенной. Анна, дружба в театре – это миф или реальность? Дружба в театре? Я задумалась, вы знаете. Наверное, реальность. Если с тобой люди из детства, друзья, то да, это возможно. Не могу сказать, не уверена, что возможно какая-то очень-очень близкая дружба между конкурентами. Наверное, это будет неправда. Поэтому лучше как бы никак, чем делать вид, что мы там друзья навек или что-то такое. Вы искренний человек. Я? Да. Абсолютно. Слишком правдивый. Слишком трудно мне из-за этого иногда живется. Но лучше, лучше правду. Всегда. Всегда лучше правду. Анна, о звании народной артистки мечталась? Конечно. Да, конечно. Я абсолютно точно помню, что с 9 лет я начинала прописывать все в дневнике. Все свои цели и задачи. Какой удивительный человек. Да, вы знаете, я об этом узнала, вот, про, там, долгосрочные цели, да, краткосрочные, уже позже, когда училась в Сибаксе. А с 9 лет я абсолютно четко, интуитивно занималась именно этими вопросами. То есть это были цели на месяц, на год и на ближайшие 5 лет. И вообще долгосрочные, то есть какие-то цели, которые бы я хотела достичь уже в конце жизни. До сих пор все, что осуществляется, сбывается, это все берется красный, там, фломастер, карандашик и вычеркивается, да, это есть, это есть, это есть. Если чего-то нет, это переносится чуть-чуть дальше. Сейчас продолжаете вести этот список? Абсолютно, конечно. Правда? Ну, сейчас это уже на другом уровне все происходит, это уже все компьютеризировано, естественно. Там и планы, и схемы, и сметы. Ну, я сейчас как руководитель работаю по этому. Но цели и задачи, конечно, они как бы уже не в блокноте, да, но несколько на других носителях просто. И в другом масштабе, и в другом формате. А так, конечно, все то же самое сохранилось. Знаете, несколько лет назад видела вас в зале имени Катса в качестве ведущей тотального диктанта. Помните? Да. Огромный зал, люди разных возрастов и профессий. И вы такая настоящая, искренняя, доброжелательная, не грамма заносчивости, какой-то звездности. И там вы обмолвились, что в вашей жизни присутствовал страх сцены, причем он усиливался, когда нужно не танцевать, а говорить перед публикой. Неужели это правда? И как вы сумели воспитать себя еще и в этом направлении? Я не знаю, но почему-то мама мне говорит, что язык у меня был подвешен с детства. Такую фразу. Знаете, я вообще отношусь к страху так очень тонко. С интересом, что можно с ним сделать? Да, да, да. Да, именно. Я его, во-первых, изучаю, как только появляется страх, и я тут же иду ему навстречу. Потому что это единственная возможность его преодолеть. Вот страшно до невозможности. В жизни бывает такое количество ситуаций, вот дает тебе жизнь шанс. Вот стоит человек, например, представитель власти или еще что-то, да, и я понимаю, что вот здесь и сейчас больше такого шанса не будет. Вот я должна подойти и сказать или попросить найти в себе вот эту силу, смелость, да. Вот как самурай, да, лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть. Вот есть выбор, сделать или не сделать. Я всегда буду делать. Пусть потом я буду жалеть, но я буду жалеть больше о том, что я не сделала этого. Вот это ужасно. Я своих учениц также всегда учу. Делай. У тебя вот есть только один шанс. Только один. Выходи и танцуй, дробуй, покоряй и себя, и публику. Никогда нельзя бояться. Вот страшно иди, страшно иди и делай. Преодолевай. Такая хрупкая и такая сильная. В театре с 1997 года все ли партии были вам по душе? Мне все партии были по душе, но были партии, которые я так и не станцевала. Об этом я, наверное, где-то переживаю, где-то жалею. Где мне бы, конечно, хотелось. Я не станцевала Ромео Джульетта. Так сложились обстоятельства, травмы. Я не станцевала Эгину. Это, конечно, мечта. Станцевать Эгину. Я даже иногда думаю, вот все-таки я ее станцую, наверное, и пойду на пенсию. Были партии, которые бы хотелось танцевать. Были, конечно, более любимые и менее любимые. Тут как бы не могу ничего скрывать. Те, которые, вот понимаете, просто до дрожи. Хочется танцевать. Вот так хочется, что сил нет. Щелкунчик, капелли, корсар. Спектакли с вашим участием, которые стоят в афише театра в декабре, в январе. А между ними, я так понимаю, много работы, репетиции. Работа в том числе и в собственной школе. Второе образование вы получали именно с целью организовать собственное дело? Ну, во-первых, в какой-то момент я поняла, что я добилась определенного потолка. Потолка не в физическом исполнении, а в каком-то внутреннем. Я понимала, что мои зрители, они ведь тоже растут. Они тоже образовываются, они тоже читают. И, естественно, они приходят и ждут от меня чего-то большего. И просто настолько захотелось расширить свои границы, прям потребность, сознание. Я поняла, что мне необходимо учиться, необходимо идти вперед, необходимо идти дальше. И потом балет когда-то закончится, и нужно будет что-то делать. И одна из, конечно, причин – это дальнейшая моя переквалификация, так скажем, на какую-то другую профессию. Мне, конечно, очень всегда нравилось всеми управлять. И папа меня в детстве называл Муха-командир, потому что я всегда была командиром. Командиром звездочки, командиром отряда, командиром класса. Учитель даже, выходя из класса, садил меня за стол в первом классе. Есть чем вспоминаю. Замещать? Да, замещать. И она говорит, в классе вот тишина была, Муху было слышно, как летит. И вот так меня папа называл Муха-командир. У меня слушались. Я не могу понять, почему, но они слушались. Вот. И поэтому, конечно, управление мне всегда очень-очень привлекало, очень нравилось. И на последнем курсе появилась эта школа, я создала. Была команда. Вот. И как-то это все быстро очень заработало. В октябре месяце было два человека в зале, а в мае уже около 60-ти. Очень. Вы в одном из интервью сказали, что все было создано именно ради вашей дочери, чтобы ей было где заниматься. Это шутка? Ну да, я же мечтала, чтобы мои дети тоже танцевали. То есть отчасти правда. Тоже танцевали, конечно. И самое обидное было, что когда все это работало прекрасно уже, да, ей как раз это было не нужно абсолютно. То есть та самая заметная ученица сказала, что выберет что-то другое? Она абсолютно другой человек. Это старшая дочь? Да, старшая дочь. Она такая, знаете, земная. А зовут ее? Такая рациональная. Мария. Мария. Она зовут Мария, да. Она такая вот, понимаете, у нее все спокойно, все по полочкам, ничего нигде не эмоционирует. Вот абсолютно другая. Кем мечтает стать? Если уж не болит, то? Она еще вся в поиске. Может быть, маме помогать? Управлению школой? Она вся в поиске. Сейчас она работает у меня помощником администратора. Я прям как уходу глядела. И все вопросы организационные, там, с костюмами, договориться. То есть вот это она делает. Я. Потрясающе. А младшая? Просто помощник. Младшая, очень творческая личность. Ее зовут Анастасия. Бабушка-певица, мама-балерина. Она прекрасно танцует и не менее прекрасно поет. И мы в выборе. Бабушка говорит, только не петь. Я говорю, только не танцевать. А теперь? Интересно, да. Что же в итоге получится? Посмотрим. Какой выбор будет? Поскольку Новый год, то завершая сейчас блок вопросов о карьере, о театре, о профессии, позвольте вам задать такой вопрос. Что бы вы сегодня хотели, вот в Новом году, пожелать балету, театру и себе в этой профессии? Я хочу пожелать, во-первых, здоровья всем, потому что без здоровья в нашей профессии невозможно, вообще в жизни невозможно, да, это самое главное. Я хочу пожелать развития балета в целом в Новосибирске. Для меня это очень важно, потому что это мой город. Ну, а себе как можно больше и дольше пока протанцевать, пока есть силы и возможность и новых партий. Ну, может быть, премьер парочку еще. Пусть, например, у нас будет. Спасибо большое. Пусть будет именно так. А сейчас в нашей программе «Время блиться» — это традиция нашего проекта. Я хочу предложить вам пятерку коротких вопросов, отвечать на которые нужно коротко, быстро и можно с юмором. Попробуем. Как получится. Давайте. Итак, первый вопрос. Вы интроверт или экстраверт? Экстраверт. Готовить еду или пробовать? Ваш выбор. И то, и другое. И желательно побольше. Хорошо. С каким явлением природы вас можно сравнить? Тайфун. Ваш главный недостаток? Честность. Какое слово из множества существующих в мире для вас самое главное, самое любимое? Любовь. Хочется узнать, кто ваша личная группа поддержки, кого вы считаете вот таким кругом. Кто может вас видеть разной, кто может от вас услышать разное, но кто все время будет рядом? Моя семья, мои дети, папа-мама, моя сестра. К сожалению, с возрастом этот круг очень-очень сужается. Но остаются самые лучшие, безусловно. И какие-то другие люди появляются в моей жизни. Их остается мало, но они самые настоящие, самые искренние и самые любящие. Истинная женщина многоликова. Об этом тоже сказали, когда мы говорили о театре, о спектаклях. Мы на работе одни, в кругу подруг, друзей другие, на светском мероприятии новая грань. А приходя домой, еще одна история, еще одно амплуа. Какая вы дома? Как вы можете себя охарактеризовать? Разное. Очень разное. Все зависит от того, откуда я пришла. Так. Это очень плохо. И если мне не хватило времени, чтобы с себя это снять и перестроиться, настроиться на волну, которая в доме, это очень опасный такой бывает момент. И все чувствуют, что... Тайфун? Да. Надо сейчас дать какое-то время. Все по комнатам. Дистанция. Дистанция, да. И пока я сама уже не выйду на контакт, так скажем. На мирный лад. На мирный лад, да. Все зависит от того, хватило мне времени выйти из того, что было. Это было разное обстоятельство. Разное обстоятельство. Да, от этого зависит, как бы вот, в каком я состоянии. Но вообще я... Еще они очень страдают от того, что я безумно люблю всех тискать, целовать. И вот мне обязательно надо со всеми обниматься. Мне нужно вот это вот тактильное какое-то ощущение всех домашних рядом. И для меня это очень-очень важный момент. Иногда они и от этого бегают тоже. А для таких дополнительных объятий вы не завели домашнее животное? У кошечки, собачки? Это еще гигантская ответственность. Это еще один дополнительный ребенок. Потому что он так же болеет, и с ним надо и гулять, и все. А гастроли, а еще что-то. Хотя мои дети, конечно, мечтают об этом. И очень-очень просят. Очень-очень просят. И я мечтала в детстве. Может быть, со временем. Когда я выйду на пенсию, буду старенькой, и заведу себе обязательно какую-нибудь собачку. Ну вот как-то не верится, что вы будете вот так. Мне кажется, вы даже гулять будете. Пусть даже с собачкой, но летящей походкой по улицам города. Я на это надеюсь. Искренне надеюсь, верю и стремлюсь к этому. Догадываюсь, что особое питание, это, конечно же, уже образ и стиль жизни. Но хочется уточнить. Какой сейчас можете назвать деликатес, что вы очень любите, и пусть редко, но себе позволяете? И второй вопрос тут же. Какое фирменное блюдо у вас на новогоднем столе? Позволяю я себе абсолютно все. Без исключения. И вообще это миф на самом деле, что артисты балета и балерины сидят на диете. Я могу сбросить полтора килограмм за один спектакль, потом же его надо где-то набрать. От большого количества нагрузки есть не хочется, хочется только пить. Перед репетицией особо не поешь, перед спектаклем тем более. И, в общем, если есть возможность это сделать, то я никогда себе ни в чем не отказываю. Вот что хочется на данный момент, что организм требует, морепродукты, да, там, или если мясо, то чувствуешь, что нужна энергия. То есть это, как бы, и телятины, и что-то никогда, ни в чем. Тем более, там, в пирожных, в шоколадках и все, что дает энергию. Вы употребляете тоже пирожные? Обязательно. В огромном количестве. Вот. А что касается новогоднего стола, то это обязательно, конечно, мясо по-французски. И, как правило, всегда его готовил папа наш. Совершенно фантастически. И это традиционно вот сейчас готовится и в наших семьях тоже. Что-то многие упали в обморок, потому что миф, миф сразу испарился, развеян. Если день удается провести именно так, как вы себе представляете, мечтаете, по-настоящему свободный день, чему вы хотели бы его посвятить, чем хотели бы заняться? Последний свободный день у меня был три месяца назад. Я даже не могу вспомнить, чем я тогда занималась. Поплавать. Очень я люблю плавать. Какие-то спа-процедуры, потому что нам это всегда... Тело всегда находится в состоянии стресса, как бы и физического, и эмоционального, в силу профессии. Поэтому для того, чтобы снять крепатуру, хоть как-то расслабиться... Плавание. Плавание, спа-процедуры, массажи какие-то, пилинги. Вот это мечта. Мечта просто ты лежишь, и тебя гладят. Все. Часто ли вас узнают на улице? И вот в такой обычной жизни узнаваемость, она вас тяготит или вам приятно? Мне приятно. Да? Не могу сказать, что меня когда-то это как-то напрягло. Ну, может быть, если я не совсем хорошо выгляжу без макияжа. На самом деле это очень приятно. Почему нет? И с удовольствием останавливаюсь и разговариваю. Судно, если это дети, то каждый ребенок нуждается в объятиях. Их не бывает много. И если тянется, то обязательно и поцеловаться, и обняться, и поговорить, и спросить, и помочь, и направить, и что-то обсудить. Почему нет? Это приятно. Я думаю, и мне, и им тоже. В нашей программе есть традиция, и хорошо, что мы ее сегодня не нарушаем. Прошу всегда гостей эфира принести с собой какой-то памятный предмет, или пусть даже несколько, и рассказать историю, которая с ним связана. Ну, я уже догадываюсь, какая сегодня может прозвучать история, но хотелось бы из ваших уст, пожалуйста. Да. Этот щелкунчик, бутафорская игрушка, он очень важен для меня. Объясню, почему. Потому что через мои руки, скажу, прошло огромное количество щелкунчиков за мою долгую творческую жизнь. Я станцевала, наверное, шесть или семь разных редакций щелкунчиков. И всегда как исполнительница, да, как балерина. А сегодня вот этот щелкунчик – прекрасная игрушка, сделанная Тимуром Гуляевым на заказ. Такого нет нигде, ни в одном спектакле. И она принадлежит спектаклю, который я поставила в своей авторской школе, да, который с успехом прошел 18 декабря. И я очень рада, что я теперь имею к ней отношение, как, наверное, ну, как художественный руководитель, что ли, да. Уже как бы совсем другой партнер. Вот он еще один виток. Да. Другой уровень, то, о чем вы и говорили. Ну, удивительно, ручная работа, да? Да, конечно, безусловно, ручная работа, все вручную раскрашено, сделано. И, в общем, нашим маленьким балеринам очень приятно сейчас с ним танцевать, радоваться творчеству вместе с этой чудесной игрушкой. И обязательно поставлю ее под вилку. Такой новый этап, новый виток, новая ступень. Что загадываете для театра и для балета мы услышали, а вот для себя лично и для своих родных, близких? Да все то же, что и для всех, конечно. Здоровья, любви, поддержки, взаимопонимания. И чтобы мы все понимали ценность семейной жизни, семейных традиций, как это важно. Как это необходимо. И у каждого в жизни должна быть поддержка, фундамент и опора. И каждому ребенку в жизни этот фундамент дает именно семья. Именно вот это сплочение, любовь, терпение. Поэтому это очень важно. Берегите своих детей, берегите свои семьи. Всегда будьте рядом. И будьте рядом в новогоднюю ночь. Спасибо вам большое. Мне хочется пожелать и вам, и вашим близким, чтобы 2022 был самым лучшим в вашей жизни. Но чтобы потом 2023, посмотрев на 2022, захотел быть еще лучше. Спасибо большое. Пусть разбудится и пусть, знаете, произойдут такие сюрпризы и приятные события, о которых вы даже не мечтали. Так и будет, Татьяна. Они просто ворвутся в вашу жизнь. И вам всего-всего самого хорошего. Спасибо вам огромное за эту прекрасную встречу. Спасибо вам и дорогих телезрителей. Мы тоже поздравляем с Новым Годом. Пусть он будет счастливым. Это самое главное. У каждого счастье свое. С Новым Годом. С Новым Годом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова